Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна, и я приветствую вас на своем канале, где мы записываем простые конспекты сложных биологических процессов и явлений. Ребята, давайте мы сегодня поговорим с вами о классификации веществ биосферы в Овернадском. Все вещества биосферы можно разделить на 4 основные группы. Первое – это, конечно же, живое вещество. К другому веществу можно отнести все живые организмы любых абсолютно царств, то есть живые организмы, которые обладают свойствами живого. То есть это живые организмы. Второе – костное вещество. Что такое костное вещество? Костное вещество образовано без участия живых организмов. То есть что можно сюда отнести? Например, кварцевый песок, глина, вода, например. То есть представьте себе, ребята, если вы улетите на другую планету, например, на Марс или Венеру, то все, что вы можете встретить на этих планетах, где никогда не было жизни, все вот эти вещества, горные породы, это и будет относиться к костному веществу биосферы. Третье – это у нас биопостное вещество. Биопостное вещество. Что сюда можно отнести? С одной стороны оно био, то есть оно живое, с другой стороны оно костное, то есть неживое. Запомните, к биопостному веществу мы относим только кочву, ил и кору выветривания. И последнее – это, конечно же, биогенное вещество. Биогенное является результатом деятельности живых организмов. Что же относится сюда? Ребята, обратите внимание, конечно же, в первую очередь это кислород. Второе – это, конечно же, все полезные ископаемые, такие как каменный уголь, нефть, природный газ, торф. также сюда мы должны отнести, например, известняк, мел. Ребята, вот это и есть классификация вещественной биосферы по вернадскому. Надеюсь, вам было понятно и интересно. Подписывайтесь на мой канал и задавайте вопросы в комментариях. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова